В эфире программа «Полезный город». У микрофона Светлана Занько. Обычно эта программа выходит в записи, но сегодня, в четверг, она выходит в прямом эфире. И тема сегодня такая актуальная очень. Сейчас многие слушатели, наверное, скажут, что ж вы не в дневном развороте ее обсуждаете, потому что любят, любят наши слушатели позвонить, когда мы говорим об алкоголе. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Какова ситуация с рынком алкогольным в России, сколько стоят бутылка водки, и сколько могла бы она стоить, не быть таких у нас жутких акцизов, и действительно ли они такие жуткие. И что насчет инициатив не продавать алкоголь вообще после 18 часов, или не продавать его по пятницам, или по средам. Вот и во всем об этом мы сегодня будем говорить с экспертом, с Татьяной Петровной Фоминых, генеральным директором ООО «Гармония», компанией, которая занимается опытовой торговлей алкоголем с 2008 года. Татьяна Петровна, добрый день. Добрый день. Ну, я, естественно, небольшой эксперт в водке. Может, неестественно, я не знаю, как это для женщин, но я порылась в интернете и посмотрела, что рассчитывали сделать с акцизами на алкоголь в 2015 году. И нарыла следующую информацию. Ее распространили в конце 2014 года, ну, год назад. Что планировалось? Акцизы на алкогольную продукцию будут значительно увеличиваться, писали, примерно на 10%. Ставка на алкоголь, которая будет содержать более 9% этилового спирта, будет равна 500 рублям. Я зачитываю, прям цитирую. С каждым годом эта ставка будет увеличиваться и будет составлять от 600 до 650 рублей. Индексация вина и пива рассчитывалась только исходя из уровня инфляции. То есть в 2015 году индексация на вино и пиво акцизов планировалась тоже повысить до 9 рублей с 8. В общем, все планировалось повысить. Только ли за счет акциза? Не знаю. Вас об этом спрашиваю. И что вообще в конце концов с этими самыми акцизами случилось? Давайте начнем с того, что на самом деле акциз поднимается ежегодно в январе месяце. Это было всегда. И в этом году больше. Не только в последние годы. Единственное, что с началом борьбы так называемой алкоголизации населения в нашей стране, то есть акциз стали поднимать раз в полгода. То есть это было в 2014 году. Но, значит, правительство планировало поднять акцизный сбор в 2015 году с 500 рублей до 600 рублей. Но это решение было отменено, и акцизный сбор в 2015 году не поднимался. То есть как он составлял 500 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося продукцию в товаре, так он и остался. Таким образом, значит, мы говорим о том, что правительство заявило, что и с января 2016 года по декабрь 2016 года он тоже будет составлять 500 рублей, и с января 2017 года планируется поднятие акциза до 523 рублей. А давайте поясним нашим сразу слушателям, почему это для них важно. Вот минимальная цена на бутылку водки 185 рублей. Да, в магазине. Официально минимальная в магазине цена. Сколько в этой сумме, какова доля акциза? Ну, я сейчас объясню вам, что 500 рублей это за спирт, за литр спирта. То есть если в бутылке водки содержится 40% спирта, соответственно, с бутылки водки, которую вы покупаете в магазине за 185 рублей, выплачивается вот эта вот бумажка, которая называется акцизом, которую все видят на бутылке, она стоит 100 рублей. То есть бутылки водки из расчета акциза 500 рублей на литр чистого спирта выплачивается человеком, который покупает, в доход государства уходит 100 рублей. Соответственно, 85 рублей остается на уплату НДС, всех налогов и себестоимость продукции и так далее. И таким образом, то есть после налогов, после всяких НДСов, себестоимость продукта, она вообще какова? Ну, я, конечно, могу приблизительную сумму назвать, но я, наверное, не буду делать это в прямом эфире, потому что я не работаю производителем, то есть я не работаю на заводе. Если говорить о самой водке в самой дешевой бутылке, то она стоит 20-25 рублей из завода. Ну да, есть такая информация, что производитель, он обходится в такую сумму, но вы посчитаете, что производитель, он же еще тратит деньги, ему уже нужна... Это себестоимость только продукции, то есть он же еще платит налог на прибыль, он же платит еще НДС, он уплачивает акциз. Да-да-да, конечно. Соответственно, акциз он уплачивает государству вперед. То есть это может быть какой-то еще банковский процент сюда входить. По сути, ну, как бы, производителю и поставщику, и самому магазину остается не очень много. Просто чтобы люди тоже понимали, сколько они государству в итоге самостоятельно или через производителя выплачивают с этой самой бутылки. Ну, на самом деле, да, вот они уплачивают только государству. А в связи с чем было правительством принято решение не поднимать акциз в этом году и даже в следующем? Ну, в связи с тем, что у нас сегодня не очень благоприятная экономическая ситуация в стране, то есть, наверное, правительство тоже понимает, что цены растут на продукты питания, что уровень доходов населения падает, и такие непопулярные меры, наверное, как бы приведут к каким-то таким не очень хорошим последствиям. Поэтому я думаю, что было принято решение акцизы не поднимать. Для продавцов, в частности, для оптовых продавцов, это хорошая была новость, что акциз не поднимается и в 15-16 году? Это серьезно вам помогло? Ну, вы знаете, мы, видите, работаем в рамках законодательства, то есть, люди, понимаете, как говорят, есть такой анекдот, если мужчину спрашивают, если будет водка стоить 100 рублей, ты будешь пить? Он говорит, буду. А если 500 рублей? Он говорит, все равно буду. Хлеб не буду покупать, я пить буду. То есть, люди пьют, в любом случае люди пьют, да, там, потому что чем тяжелее социальная ситуация, да, в стране, тем больше люди выпивают, ну, в силу каких-то таких вот вещей, да. Ну, проще, наверное, человеку отдохнуть, сходить. Вы хороший пример с этим всем известным старым бородатым анекдотом, тем не менее, вы все-таки с 2008 года, с кризисного года, там, работаете в этой отрасли. Заметили ли вы, что вот сейчас, 15-14 год, снизилось потребление алкоголя, то есть, ваши продажи, вот, да, на своей фирме можете, там, рассмотреть, на своей компании, увеличились или уменьшились, или они как-то стабильны? Я вам хочу ответить так. Чтобы вы могли оценить потребление? Люди пьют всегда. В кризис люди пьют больше, но дешевле, в лучшие годы люди пьют меньше, но дороже. Изменилась структура продаж? Да, изменилась структура продаж, то есть, растет сегмент более дешевого алкоголя, как в винном сегменте, так и в крепком сегменте, то есть, это больше стало уходить водка по минимальной цене, то есть, вискарный сегмент, если у нас активно в последние годы росло потребление виски, вообще во всей России, то есть, это был самый растущий рынок в Европе. В какие годы это было? Ну, вот, в докризисные годы, допустим, в 2014 году, в 2013 году люди… То есть, в 2013-2014 году росли продажи водки? Да, то есть, продажи водки падали и увеличились продажи виски. То в этом году мы видим, ну, перекос уже пошел в другую сторону, то есть, в сторону водки. Люди стали отказываться от виски. От дорогого алкоголя? Да, от дорогого алкоголя они стали просто экономить. Вот и все. Ну, то есть, вы все равно же принимаете заказ от розницы, да? И розница стремительно изменяет свой заказ в сторону дешевого алкоголя. При этом увеличивая количество водки. Им надо заказать 10 бутылок водки. Если раньше они продавали 5 бутылок водки и 5 бутылок виски, сейчас они продают 9 бутылок водки и 1 бутылка виски. Естественно, они, соответственно, они… Это все же зависит от конечного покупателя. А что у нас происходит с импортным алкоголем вообще? Цена, объем продаж? По объему продаж я уже могу судить на примере виски, что он снизился значительно. Это связано только ли с тем, что платежеспособность населения уменьшилась или санкции тоже как-то сказались? Ну, санкции на алкоголь не распространяются. Не было санкций на алкоголь никаких. Никаких. Но вы все равно закупать стали меньше, в связи с тем, что спроса нет. Ну, мы работаем с мировыми импортерами, то есть это с компанией, которые работают во всем мире. Вот, соответственно, мы… Они договариваются, имеют свои представительства в России, соответственно, выходят на самый высокий уровень. Поэтому у нас проблем нет с поставками. И действительно, ну, просто элитный алкоголь, он, конечно, увеличивается в цене, то есть с ростом… А вот интересно, все-таки импортеры знают, какая у нас ситуация. Они… Я просто знаю, что в некоторых отраслях поставки там в Россию какого-то продукта производятся по цене ниже, чем распространяются, например, в благополучные страны, там, где сейчас благополучная экономическая ситуация. Или удерживают цену, там, не повышают цену, или даже снижают. Есть такое? Естественно. Но это не говорит о том, что в России поставляется другого качества алкоголь. Нет, он точно такой же, если мы возьмем там какие-то виски известные, да, марки, то есть я не буду их называть в эфире, то позиция компании-производителя такая, что этот виски должен быть одинаков везде, как в России, так и в Японии. Ну, там, не знаю, где-нибудь. А цена в России на алкоголь, на тот же виски? Ну, примерно цена, она одинаковая. Тоже одинаковая. То есть примерно, если мы сравним цену у нас и цену в этих же евро, там, допустим, в какой-нибудь западной стране, она примерно одинаковая. Единственное, что, конечно, какие-то, может быть, ну, не так они цену поднимали, допустим, как росла валюта в прошлом году, потому что если бы они в два раза подняли цену, то есть я думаю, что у них все это заложено. Когда мы общались с одним из импортеров, то есть они сказали, что мы заложили, ну, нам сказали, что в прошлом году, еще в сентябре, то есть они сказали, мы заложили на этот год, ну, у них финансовые годы заканчиваются в июле не так, как у нас, 70 рублей цену евро. То есть, соответственно, они уже прогнозировали, что цена будет 70 и заложили ее заранее. Поэтому особо, как бы, слишком большого скачка мы не заметили, да, но все равно в течение вот этого года, конечно, цена, она поднялась, ну, процентов, ну, наверное, 20, вот так вот в среднем. На 20 на алкоголь, 20-30 поднялась цена на импортный алкоголь. И объем поставок алкоголя снизился. Естественно. Давайте поговорим об отечественном, который пришел заместить этот ушедший с рынка импортный алкоголь. Ну, прежде всего, конечно, хочется поговорить о крымских винах, которые появились на наших прилавках в большом количестве. И что интересно, по достаточно невысокой цене. Во-первых, какую нишу они заняли? Увеличивается ли объем их продаж, во-вторых? И какого качества приходит алкоголь под названием крымские вины? Ну, вы знаете, производителей в Крыму достаточно много. Вот наша компания занимается таким производителем, как Энкерман. Достаточно известный в Крыму производитель. То есть я лично сама была у них на заводе. Я видела, как они относятся вообще, в принципе, к производству своему. То есть у них очень обновлено все производство. То есть у них приглашен французский винодел для того, чтобы... Это они еще в будущей составе Украины. Это еще в будущей составе Украины они делали, да. То есть, соответственно, качество этого вина достаточно приличное. Если брать цена-качество, то достаточно приемлемое. Ну, что значит достаточно приемлемое? На уровне каких вин? То есть, ну, давайте для тех людей, которые пили французские, итальянские вина, хорошие, сухие, там, испанские. То что такое крымское вино? Ну, вы знаете, я не могу сравнивать крымское вино, вот как его можно сравнить с испанским или с итальянским вином. То есть это не говорит о том, что оно хуже. Оно просто как бы это другое. То есть там свои традиции, там бренды, ты платишь уже за бренды. Здесь ты можешь получить как бы качество... А мы можем сказать, что это крымское вино, произведенное из крымского винограда в Крыму? Да, конечно. Или это материал завезенный... Нет, это крымское вино. Я сейчас говорю о компании Инкерман, да, там. Потому что я не могу говорить вот то, что есть у нас, да. Это крымское вино, произведенное из крымского винограда. Единственное, по-моему, Саперави, вот они закупают в Грузии виноград. Ну, понятно. Потому что он только в Грузии выращивается. Вот, это действительно крымское вино, произведенное из крымского винограда. Ну, закупают виноград и производят у себя. Да, да. Вы как раз... Да, и что касается объема продаж, растет объем продаж крымского вина? Да, крымские вины растут в продаже. А в связи с чем? В связи с тем, что люди вспомнили вкус крымского вина, или потому что ценовая политика там... Ну, я думаю, это еще, знаете, такой некий политический момент все-таки. Все в едином порыве решили поддержать. Да, я думаю, что не то, чтобы решили поддержать, но все равно как-то, знаете, патриотизм у нас все-таки присутствует. Это очень хорошо, да? Особенно если патриотизм выражается в том, что испанское вино стало стоить там 400 рублей, которое стоило, например, 300, да? Ну, конечно. А крымское вино стоит 130. Сколько стоит крымский? Я думаю, что Инкерман там 130 не стоит, он стоит подороже. Хорошее вино стоит... Да, да, в каком уровне там цены? Ну, там, наверное, 250 и выше. 250 и выше. Да. Как это пересчитать-то в евро по старому курсу? Ну, то есть это примерно столько, сколько стоила та же самая бутылка испанского вина до скачка валюты. Ну, почему? Разная она, если я понимаю. Дешевле. Если столовое вино брать, то есть оно, наверное, рублей 150, наверное, было до поднятия, до кризиса. Испанское. Испанское. Ну, итальянское, наверное, в этой цене можно было купить. Французское чуть подороже, но это только потому, что французское. То есть патриотизм на первом месте. Покупатель голосует, исходя из патриотических чувств за крымское вино. Ну, я думаю, что да. И плюсом еще, ведь качество-то у него все-таки тоже неплохое. По качеству-то оно ведь не хуже. Если мы берем столовое вино, допустим, это же Италию или Францию, крымское это вино, оно будет в этой ценовой сегменте, в этой ценовой сегменте даже может быть получше. Поближе к микрофону, пожалуйста. Да, даже может быть получше. То есть, если люди, которые привыкли к хорошему продукту, то это достаточно хороший продукт. А можем мы в процентах как-то оценить увеличение продаж крымского вина за этот год? Ну, или прикинуть хотя бы? Может, оно в разы вообще выросло? Ну, в разы нет, потому что существует проблема с доставкой из Крыма. Так, а в чем она заключается? Ну, потому что мы же везем там паромом. И очень часто, да, логистика подводит. То есть, бывает, нет просто продукта, потому что иногда ты можешь привезти машину за две недели, а иногда за месяц или за полтора. Это не зависит от нас. Есть паромные просто сообщения, там какие-то шторма у них и так далее. И это, конечно, серьезная проблема. Да, да. Поэтому мы и говорим, что у нас бывают провалы в ассортименте из-за того, что мы просто вовремя не можем подвезти продукт. Вот. И говорить, если бы стабильный был ассортимент, но все равно мы отмечаем, что рост продаж, конечно, есть. И он такой... Причем еще, знаете, еще что? Люди едут в Крым отдыхать. Если когда он был в составе Украины, туда особо не ездят, сейчас едут. Соответственно, они там пробуют эти вины. То есть они приезжают и уже покупают здесь, потому что понимают, что... Да. Все как в советское время. То есть спрос с одной стороны есть, а самый большой барьер это логистика сейчас. Ну, сейчас, да. А объемы производства устраивают вас? То есть никогда не было такого, что пустые были ангары у производителей и там все раскупили, все вывезли? Нет. В Крыму. У них такого нет, просто мы привезти не можем вовремя. А так у них всегда продукция есть. То есть продукции достаточно, которым производится? Чтобы всю Россию, в общем, обеспечить. Ну, по крайней мере, мы пока не ощущаем, да, что у них там что-то заканчивается запас. Вы упомянули в Сапераве, по-моему, да, сорт винограда. И я захотела поговорить о грузинских винах как раз. Потому что в тот момент, когда их разрешили снова, вот они были, у меня такое было ощущение, что они владели нашими прилавками, нашими полками. Люди сказали, ух, снова грузинские вина. А сейчас, специально, там, прошлась перед программой, посмотрела, сейчас, ну, вот, их стало гораздо меньше, прям вот кое-где-то единичные бутылки вообще стоят. Что происходит с Грузией? Нет, на самом деле Грузия к нам пришла в 13-м году, насколько я помню, вернулась обратно, да. И тот момент, когда они нам не продавали вино, он очень положительно сказался на грузинском виноделии. Качество лучше. Качество, оно теперь действительно, ну, я просто сама там была, и я знаю, о чем я говорю. На грузинских там прям. Да, то есть у них существует очень жесткий, но они же хотели выйти, когда Россия отказалась, значит, от покупки ихнего вина, они же все хотели выйти в Европу. Ну, не понимая, что в Европе они никому насек не нужны, извините меня, конечно, за выразование, да. Это правда. Вот, и, соответственно, они начали поднимать качество виноделия. То есть они раньше на Россию гнали, ну, мягко скажем, столько винограда они не производили, сколько они делали вина, то сейчас у них очень жесткий подход по качеству, то есть ни одна винодельня не может выпустить продукцию больше, чем она может выпустить, потому что она, ну, там идет контроль, когда виноград заходит, и контроль, когда вино выходит. И если вина выходит больше, там просто задаются, ну, очень жестко, в общем, все это происходит, поэтому люди не рискуют. Сейчас качество грузинского вина, оно, конечно, улучшилось. И я скажу больше, что по итогам, наверное, прошлого года, да, 2014, то есть они выходят на первое место продажам в России. То есть они обогнал... Испания, по-моему, немножко, ну, стали они... То есть мы продаем практически... То есть они выровнялись, то есть они свои продажи... Ну, конечно, не то, что было до того, как был запрет введен, да, потому что там очень было много суррогатов. А вот сейчас ведь конкуренция получается. Крым, Грузия, нет? Ну, нет, почему? Крым – это одни вина, Грузия – это другие вина. То есть я не права была, когда сказала, что мне показалось, то есть, что стал грузинского вина меньше на прилавке, да? То есть объемы поставок не уменьшились грузинского вина. А цены? Ну, цены тоже у них, наверное, если хорошее вино, там, и 250, наверное, так, да, и выше уже. Они тоже ориентируются на... Конечно, мы же тоже с ними в евро работаем. В евро? Конечно. С грузиями. Мы работаем в евро, то есть мы валюты рассчитываем с ними. Ну, ладно, то есть и Крым, грузинские вина у нас все-таки есть. Вот такая интересная штука, опять, история собственного опыта. Родители у меня купили вино по очень высокой цене, презентовали мне его на даче как-то летом. Вино, было написано, что вино Испания, но разлива Красноярского. Это что такое? Ну, у нас есть компании, которые импортируют винный материал, допустим, из Испании. Ну, уж очень низкая цена была, вы знаете, подозрительные. Потому что винный материал, это же не вино, то есть что такое винный материал, это некая такая, ну, я не хочу называть слово жидкость, да, но просто привозится винный материал испанский. Ну, то есть это, как вам объяснить, вино, но оно еще не купожирное, то есть он, его же в бутылках завозить дороже, то есть здесь ты не платишь, не платишь там определенные налоги, соответственно, у тебя вот за этот объем получается цена не такая, как если бы ты вез бутылками. И разливаешь здесь, ну, естественно, лучше покупать бутылку, которая ввез в Испании. А почему? Потому что, ну, сами понимаете, там виноград сразу загрузили, из него сделали вино, разлили по бутылкам, там работает купажист и так далее, там человек, который вот это вино пробует, ну, а здесь вам привезли в Красноярск, где виноград никогда не рос, и непонятно кто сделал вот этот вкус вина, все равно же он же получил винный материал, все равно же он же будет пожирывать продукт. То есть понятно, что лучше, когда этим занимаются те люди, которые сами вырастили, грубо говоря, сами понимают. И они любят, просто понимаете, они любят это дело. В Красноярске, ну, как там, только так вот, что-то такое. А вот количество такого вина, которое завезено сюда в цистернах, и у нас где-то там в Сибири по бутылкам было разлито, увеличивается сейчас или нет? Ну, я думаю, что да, потому что это все-таки снижение цены на полки, и это такое достаточно, это же не сказать, что это продукт низкого качества, то есть это продукт, который, ну, да, это столовое вино будет, ну, да, конечно, оно разлито не в Испании, но люди, которые, ну, как бы, не готовы там платить 300 рублей за бутылку, готовы там платить 150, то есть вполне это устраивает. Ну, в общем, люди в любом случае голосуют рублем, а кто себе позволяет, кто себе позволяет купить вот такое дешевое относительно вино, которое разливали там в Красноярске, они последствия должны ощущать тоже для себя. Ну, они ощущают какие-то вкусовые последствия какие-то. У нас ведь все равно основная масса населения, там, не сказать, что прям все такие ценители вина, да, там, все равно, они какие-то вкусовые ощущают последствия, а так, в принципе, продукты все хорошие. Ну, нет, я имею в виду, что вы им не отравитесь, то есть это продукт, это нормальное, это вино, то есть это и в странах, и там, в европейских странах там тоже есть тетропачное вино, которое там стоит, оно там, ну, меньше евро за литр, и оно там присутствует на полках, и люди его покупают, это везде же есть низкий ценовой сегмент, более дорогой и так далее. То есть здесь ничего такого в этом нет. Просто да, так наши производители пытаются насытить рынок российский. Вот, мы сейчас так плавно подошли к контрафактному продукту, я напомню нашим слушателям, что мы разговариваем с генеральным директором ООГАРМОНИЯ Татьяной Томиных о том, какой алкоголь представлен у нас сейчас на полках, и что вообще происходит с алкогольным рынком. Итак, вот все, о чем мы сейчас говорили, это то, что легально, проверено, гарантированно, что есть, но ведь есть другая сторона медали этого рынка, и в последнее время тоже эксперты говорят, что растет доля контрафактного продукта, и в том числе и на полках магазинов. Как вы оцениваете ситуацию, и где этот контрафакт? Есть ли он в магазинах действительно, или это только то, что продают, условно говоря, таксисты в ночное время? Ну, я думаю, что магазины, наверное, этим все-таки не занимаются. Те люди, у которых есть лицензия, потому что в наше время достаточно очень лицензию получить тяжело, и большие требования государство предъявляет. Я думаю, что люди не будут рисковать своей лицензией ради сомнительной выгоды. Естественно, есть какие-то игроки на рынке не очень чистоплотные, да, в этом плане, но основная масса, если вы, мы говорим о магазинах в городе Кирове, да, если вы приходите в крупные сетевые магазины, местные сетевые магазины наши, то там просто не может быть контрафактной полки. Что касается контрафактной продукции, ее действительно очень много сейчас, это в основном торговля и через интернет, и через соцсети, и с рук. Это элитный алкоголь, очень много элитного алкоголя, это водка, ну, дешевая там. А что мы говорим, когда мы говорим о контрафактной продукте, когда мы говорим о элитном алкоголе, это что значит, настоящий алкоголь, но незаконным способом как-то сюда доставленный и проданный, или это подделка, суррогат? Это подделка. Суррогат. Бывают такие случаи, что, допустим, как-то подарили бутылку Blue Label 05-го. Виски. Виски. Ну, Blue Label это, есть Джонни Водки, ну, давайте мы не будем все-таки. Да, это из той же серии, но Blue Label это достаточно дорогой очень виски, он просто в 05-й таре не производится. То есть... От 07-й? Ну, почему, 02-07, по-моему, полтора, вот как-то так. А в 05-й его не бывает в природе. А у нас 05-й продают? Да, продают и говорят, ну, это же в таможне, тут просто конфискованный товар, то есть, и очень, ну, дел проделывают все, и такие, и Беллис подделывают, и виски подделывают. Ведь легко его купить достаточно. Конечно, суррог, пожалуйста, предложение, вот даже в соцсетях рассылка идет. Пожалуйста, 300 рублей, 200 рублей бутылка. В нынешней ситуации бесполезно бороться, как бы, какие бы усилия не прикладывали наши силовые ведомства с контрафактным алкоголем? Ну, знаете, что касается продажи спирта и алкогольных напитков физическим лицом, то, к сожалению, наша, значит, статья административным кодексом только ограничивается, и то есть это наложение штрафа от полутора до двух тысяч рублей. А, ну, то есть, если поймали, штраф заплатил полторы-две тысячи, и вперед дальше. И вперед дальше, да. Поэтому наши правоохранительные органы, к сожалению... Они могут ленить их сколько угодно. Не имеют инструмента борьбы против этого, и, естественно, сколько угодно ловят. Да, а толку нет. А толку нет. Почему же законодатели не изменят положение дела? Ну, это, наверное, нужно законодателей спросить, почему же они не изменят положение дела. Вот это удивительно, на самом деле. И кто в Кирове занимается, кроме того, что... Ну, вот кто эти люди, которые... И где, кстати, он производится, этот алкоголь? Я не знаю, где он производится. И люди... Ну, вот есть предложения просто, пожалуйста, в любой соцсети могут предложить. Я знаю, что там в кафе, в рестораны предлагают. Я знаю, что... Там тоже можно наткнуться. Нет, там нельзя. Я просто знаю, что наши клиенты нам звонят и говорят, слушайте, вот прям телефон оставили, нам предлагали. То есть они не берут, они сигнализируют, потому что они тоже своим бизнесом дорожат, они не хотят никого отравить. Вот. Поэтому с рук продают, ну, вот так вот. Вот и люди занимаются... Да, вопрос интересный, кстати говоря, по поводу штрафов за административное нарушение продажи алкоголя с рук суррогатного. Это действительно надо будет обсудить с нашими депутатами, что с этим происходит, почему не вносятся поправки. У нас остается буквально три минуты. А мне очень хочется узнать ваше мнение по поводу очередных предложений депутатов различных дум, всяких, Московской, Питерской думы, по поводу запрета продажи алкоголя, например, по пятнице. Как вы вообще к таким инициативам относитесь? Настороженно пугают они вас, как компанию, которая продает алкоголь? Или наоборот, может быть, помогают? В пятницу ввели запрет, в четверг все ринулись в тройном объеме покупать алкоголь? На самом деле, если человеку нужен алкоголь, он его купит столько, сколько ему нужно. Дело не в этом. Дело в том, что если запретить... То есть мы запретили после 23.00, а у нас полторы-две тысячи штраф продажи с рук. Ну, то, что мы обсуждали до этого. То есть у нас все, кому не лень, сейчас после 23.00 продают. Зарабатывают. Зарабатывают, но ведь они продают-то ведь. Не то, что они... Он пошел бутылку в магазине, купил, что ли, продал ее в два раза, нет, дороже. Они берут контрафакты и продают, подценяют такой же, как в магазине, там, эту же водку, да, например. Соответственно, если мы запретим в пятницу торговать алкоголем, но они просто будут не только после 23.00 продавать, еще и круглосуточно. Вот и все. Поэтому для того, чтобы сначала, наверное, запрещать, нужно какие-то ввести меры против того, чтобы люди торговали с рук, да, там какие-то были... Тут как раз должна, должен закон быть или поправка какой-то, да, что-то сделать, чтобы вот это прекратить. И второе, ну, насколько я знаю, там, в других странах, где борются с этим, существует круглосуточный магазин в радиусе скольки-то там десятков километров, где человек может приехать. И пусть это будет государственный магазин, и пусть заработает государство, но приедет, купит качественный алкоголь и спокойно выедет, если ему уж так приспичило. То есть какие-то точки продаж, они должны быть, чтобы не процветала вот эта вот торговля нелегальным алкоголем, и чтобы люди просто как бы могли пить тот алкоголь, который не будет вреден для здоровья, и нужно человеку, пусть поедет за 50 километров. Цивилизованные какие-то методы. Да, цивилизованные методы. Запрещая предлагание. Да, просто запретить, большого ума не надо. Хорошая точка в нашей программе «Полезный город». Спасибо за разговор сегодняшний. Я говорю Татьяне Фоминой, генеральному директору «Гармония», компании, которая занимается оптовой торговли алкоголем. Мы обсуждали, собственно говоря, алкогольный рынок не только Кирова, но и России, ситуации, которые сейчас существуют. Я думаю, что много полезных вещей сегодня обсудили. Спасибо. Вам спасибо. Всего доброго.